Начинается у нас третья карта. Так вот смотришь. Карн? Карн, окей. Может сделать второй фраг у него. Ай, все-таки у него переключается. Не везет немножко. Мог убить в этой ситуации. Отличная была попытка сделать флик-хэт. Так называемый флик-хэт-шот. Но не попал, не попал. Случается в жизни Карнэйджи и промахи. Но это очень редко бывает. Входят легенды об этом. Видит энергию, решает. Не тратить подстолку, получает почину. Он отходит, забрав все отлично. Оповещение, вот это-то что? Да? Да, идет оповещение о том, какая команда берет лидерство. Эвил опять умер, все, я смотрю за Эвилом. Почему Эвил умирает, я этого не вижу. Эвил должен страдать. Мы боремся с злом на стриме. Нет, не с позиции, что он должен страдать. Типа, блин, может там рофельно как-нибудь получается, что он умирает. А я этого не вижу. Ты сейчас так подышал. Спасибо, спасибо, я старался. Простите, парни, но если кто-то возбудился, ставлю на крашу. Все, у нас на крашу. Все, проехали, ребят. Давайте смотрим игру. Кстати, между прочим, опять-таки, синяя команда набирает лидерство. Плампит, а 7-0 пока что. Что, заруиним его? Так, давай посмотрим, да. Вот это, как это, все. Заруиним! Извини, Плампит, я не специально, конечно. Нет, я не прошу прощения, я специально это сделал. А я включила, я только переключила, и он мертв. Та же самая история, да-да-да. Ладно, посмотрим. Окей, ну а сейчас у него есть возможность сделать враг, делает попадание. Не дал ему даже просто приземлиться, что называется. Запрыки полетели в другую сторону. Поднимает трубу, немножко фейкает, так пристреливается. Ух, какой череда размена происходит у нас под трубой. Плампит появился здесь недалеко, но появился в тыгу у врага, так что недалеко появились еще двое. Двое булочек сделали из плюгуста сэндрюки. Блин, я включила пламя, да? Он умер четыре раза подряд. Да, как же выйти из этой ситуации? Ребята, делайте ошибки. Выводы реверсивные. Как не нужно играть, мы вам показываем. Делайте все наоборот и будете тащить в этой игре. Ну, пока что синие, в общем, отходят. Отрыв сокращается. Их выбили, да, из карт. Превосходно на реакцию поставил. Шот подбил второго. Ну, Корнейдж таких не прощает. Такой, что ты здесь кусаешься? Взял, закрутил ему. Это уже даже не баклажана, даже не знаю, что крупнокалибернее баклажана. Лера, нужно экспертное мнение. Короче, Корнейдж закрутил. Торпеда? Ну да, пусть будет торпеда. Дыня. А, дыня торпеда. Да. Они же такие. Да, неплохо. Да, продолговатые. Длинные. Ну, нам не показали. Ой, как удачно РПГ. Подстрелили его немножко. Получится ли выйти? Входите, входите. Брифайром. Со всех сторон. Слушай, ну я рад за красных. У них вот сейчас получается, да, Эвил. Пока что исполняет роль Кваза на этой карте. Из прошлой карты Кваза. Сложные мемы, назад, будущее. Посмотрел, короче. Корнейдж доказывает бламбе, да? Что же они будут делать? Детим, да, вот все. Сравняли счет. Пока что еще никто на карте не закрепился. Все просто буквально умерли. И все просто мочатся на большой арене. Идет залп из всех оружий. За Язавой. Вот я включила, а не зажились. Язава под шумок. Под шумок. Под шумок Язава взял РПГ. Да, это он был? Нет, это был не он. Язав пытался взять меры. Господи, что происходит? Вот это настоящий рамбл. Вот это ДМ я люблю. Очень красиво, ребятка. Играют. Красная команда берет лидер. Квас разыгрался, разозлился и возбудился. И показывает, что можно исполнять с синей командой, если... Ух. Красиво, красиво. С респа. Прям в лучших традициях. Экзакто. Ну, Вики, помнишь, он так на локдауне? 360, ноу-скоп, с респа. Да, классно, классно. Вот. Но пока что на одном ХП появляется Мега. Он ее не взял. Да, поставил спрейс. Мы тебе сам полезным. Он с одним ХП просто... А звук был. Ты слышал звук? Ой, ну ладно, у тебя первый раз, что ли? Это же вообще... Ну, как-то 2.4 в шахматах, что Мега не берется, бывает, если... Ну, у нее как будто бы хитбокс вот больше, чем хитбокс хитбокс. Ну, не повезло немножко Лизаве. Жесткая, жесткая. И еще вот так Корнейч ему абсолютно башкой устроил. 40 фрагов. Против 53. Красные ведут. Промазан. Немножко нервничает Лизава. Как будто чувствует, что за него стримят. Проклятие стримеров на него. Да-да-да, он работает. Знаешь, вот это самое... Я сижу, думаю. Ребята видят в тилфиде о том, как там, типа, Эвил делает 2 килла, Класс делает 2 килла. Там все остальные делают там подряд кучу киллов. Я переключаюсь, они умирают, умирают, умирают. Они тебя матерят этот момент про себя. Даже, может, и не про себя. Наверное, прям вслух. Возможно, они еще даже не догадались. Ладно, тогда мы после 2 стрима уже... Клево, он поймал гранату, он мучился. Да, хороший. Умрет? Нет. Ирпг не отдал, не отдал. Да е-мое. Все равно быстро среагировал, но недостаточно довернул мышкой. Не получилось вынести всю жизнь. Яндекс просят его не с пехов, а до нас пришло бы, что Эвил будет поприцать в лост-арену. Поприцать плюс. Угу. Вот. Да, реально бесячая тема. И, кстати, по поводу этого мы с Эвилом разговаривали, что... Да, он говорил там, что осталась лост-арена. Вот эти горы, которые сейчас Мега Югала демонстрировал со своего пова, будут переделаны. Ну, в общем, будет легкий рестайлинг произведен. Баг... Баг фикс. Фикс багов, ребят. Фикс багов. Баг фиксов. Уп, красивый рэк-дол. Так, неудачно подбил РПГ. Ещё не получилось, нет времени. А это как горячая картошка, знаешь? Не как ходить по углям там, находиться в этой комнате. То есть у тебя постоянно что-то кто-то кинется. Тем более в 3 на 3, да? Отошёл и подходит. Убил. Нет. Он как будто знак такой, что слишком долго там никого не было. Надо отсюда свалить и поспамить. Вот. И заработал фраг. Пришёл, в то же время... Нет. Всего лишь сделал один фраг, его плюмпус разменял. Насколько мне известно, сейчас контроль РПГ находится у закраски. У нас съезавра сошёлся, подожди. Да, да, этот парень умеет... Причём, знаешь, что коварно? Вот, когда ты играешь против него, там, дуэльку какую-нибудь или микс, нет ощущения, что как-то супер жёвко. То есть ты играешь, тебе весело там, там, всё такое, всё нормально. Потом, бац, смотришь на скорборд, у тебя в 3 раза просто счёт у него лучше, и ты такой живёшь с этим после этого. Корнейдж, между прочим, я думаю, что... Посмотри на его счёт. Он тащит. То есть... Ну, в принципе, нет, все играют. Хорошо, он тащит именно Корнейджу. Давайте посмотрим за Корнейджем. Звучит, как конец его стрика. Ты вообще, Язаша, мои чары сейчас развеял. Ой, Язава, извините, я его так привыка просто Язашей увеличать. Ну, Язаш, не, он не против, он не против. Ты можешь его ещё называть Альтушкой, он тоже любит. Знаешь, такие Альтушки? Я не знаю, что это значит, но почему-то в последнее время все только об этом говорят. Да, Сметанка мне пояснила, что Альтушка — это такая девушка, которая называется очень необычная, яркая, но при этом это никак не связано со стилем музыки, то есть не как эмо или панки. Почему-то какая-то новая такая... Хотела уточнить, может быть, таких людей надо художниками называть? Обычно вот у ребят творческих такой выбор стиля. Итак, скажи, есть уже термин «тюрехный артист» называется. Не знаю, на сколько он подходит, но он не самый положительный. Я слишком старая для этого. Катюрьмы слишком старая. Не, для тех терминов. Не надо, я хорошая девочка. Ну, так законопослушная, может быть, и плохой девочкой. Смотря где. Ну да, да. Слушайте, ну, как будто бы красный дирвит, но с Тиньей все равно дают им челлендж. Мне очень нравится, как игра «Конейдж». Возможно, это, конечно, стоит... Вот, кстати, на его не работает просто наша проклятия. А он тащит, несмотря ни на что. Он говорит такой, вы инфо-цыгане не имеете. Как там было? Нет твоего влияния надо мной, Волан-де-Мор, или... Да, нет, нет твоей власти... Власти надо мной... Это что-то в Властелинке Рецкого где-то было? Это, это... ЗА ВОЛОН! Да, нет, надо мной твоей власти ЗА ВОЛОН! Так, ты просто сейчас разблокировался. На, не, я, конечно, очень люблю дозоры, но... Да. Чё-то мозг поднапрягся. Прикольный хэдшот поставил. Плюмбус, думаю, что... Плюмбус давно таких не получал. Обычно он такое исполняет. А тут он оказался по ту сторону баррикад. Есть ещё заклинание, Яндекс, давай, удивись. Чё-то там, смотри, красная команда, чё делают. Ну, они закрепляют своё лидерство. Нащупали, нащупали. Так, давайте посмотрим счёт. Вот, как я, впрочем, говорил, к... О, Эви вырвался вперёд. Ты помнишь, он начал вообще чё-то 0,7? Посмотрите, у него 32, 26. Ребята, пойдите против Плюмбуса, Язавы и в центре, настреляйте вот такой счёт. Если кто-то сомневается, что это... Посмотрю за центре. Да, да, да. Нам надо бы на самом деле уделить всем, да. Всем. Ну, я, как обычно, я включила и... Смерть. Да, ребят, стримеры не профессионалы, вот, а просто рофлеры, поэтому... Вы поняли, в общем. Можно нам постить некоторые вещи. Стримеры уже давно не играют в эту игру, но с радостью смотрят на ней. Да, забыли, как Машадин нажимать. Что, спековцы так давно не играют? Так, смотрим за центром. Так, что можно сказать по поводу Лёшки? Он взрывает столбы, поднимает батарейки. Знаешь, это как... Ну ладно, не буду на стриме говорить. Я поняла. Он реально бочку скинул в срок, как бы, это... Как говорится, бочка тупо лежала. Правда ли, что Эвил переоценен как игрок и как человек? Нет, Эвил топ-казах. Топ-казах в своей Казахстане и своего подъезда, двора и... Топ-казахстан своего первого места. Сто фрагов тем временем набивает вражеская команда. А СМР у тебя сейчас отличный был. Опять, что ли? Ну, ты попил так. Ну, смачно, да? Это белая рейндж? Надо было ставить, знаешь, разные теги, типа СМР, там, рейдж-мод. Ну, вот видишь? Век живи, век учись. Да проклятие, это самое главное. Что-то в центре потерял противника. А за стол придешь? Ну, зато нашел тут новых друзей, зато... Видишь, они все там стояли. Чисто чилили. Это тактика была такая. Да, сходку устроили, так скажем, но устареть. Яндекс тебе кустик предлагается добавить его в друзья в стиме, что все очень нравится. Кстати, помимо освещения хайлфайтов и шоу-матчей, еще программа «Жди меня». Встретились две деймерские души, кустик и Яндекс. Да. Ну, кстати, блин, нас стабильно смотрит 20 плюс человек. Три, два, один, го! Ё-моё. А почему это Evil Post? Это гейм. Акорбонежный резюмный гейм. А, это... Немножко не... Все, 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 все. Отпыв? Да, у нас на самом деле небольшой. Я не могу почитать. Сколько это точно? Где-то около, да, 13, да, получается? Один на 13. Окей. Ну да, но у нас сейчас всего три карты. Да, да, да. К вас просил и потому что... Ну, по известным уже выше озвученным причинам у него болит рука, то есть он долго играть не может. Так, у нас чуть-чуть сайт прилагает. Я могу переключусь? Да, да. А кого? Давай я ввел. Кого мы не видели? Ну, я ввела мы как бы смотрели, а вот кого еще нет. Так смотрели. Ну, давай я ввела. Давай, ну. У вас тут же где меня? Помогите найти фишера. Помогите найти фишера. Фишер на секретном задании от Тома Кринса. Это где? У фишера все хорошо. Так. Кто знает, тот поймет. А я не понимаю. Ну, потом тебе объясню. Но в последнее время его не видать. Так скажу. Или он, так скажем, сменил свою личность. Заходится с урфов. Не знаю. Яндекс, ты можешь попробовать СБП? Там есть акция СБП. Вот. Работает нормально. Только так как ты уже три раза или там четыре не смог занать. И тебе нужно соответствующее, вот, тройной, как это, квад дэмэдж, в общем. Делай квад дэмэдж. Номер дайте. Нифига себе, какой ты пикапер. Ты женат вообще. Номерок стрелять захотел у стримера. Посмотри. Это не мне, это тебе. Да кому? Пока ты что не приехал на столе спать. А ты постелил что ли? Что происходит у нас на карте? Я совершенно, вот, выпал, да. 12 фрагов также у нас разрыв. Ирил тоже не был. 4 минуты. Да. Ну, он не такой просто пуленепробиваемый. Власть за вулона на него распространяется. К сожалению или к счастью, не знаю. Но как будто бы таким образом мы не можем... Но это уже третья карта. У нас нету интереса, чтобы кто-то из игроков, да, из команд проигрывал. Поэтому... А как думаешь, кем бы Эвил мог быть из ночного дозора? Эвил? Разлёт, да, да, хороший. Да не, ну это я просто вслух вспоминал вообще, кто там снимался. Потому что там дословно. Надо смотреть реально хорошее кино. Ну, книги там тоже крутые. С книгами не знаком, но... Я читал. Это такой... Бекмамбетов, да, по-моему, режиссер? Да, да, да. Да. Но там он ещё не кринжово делал. Ну, особо опасен он не делал кринжово, например. А, ну, кстати, да, да. Джеймс Маковой, да, красавчик. Хороший фильм. Блин, ты... Прям Лера закинула годноты в чат. Мне все задонатили быстро за годноту. Не, Эвил, конечно, вообще разошлся. 49, но это не 70. Ну, а что-то счёт очень большой. И игроки тоже, знаешь, такие, которые не прям отдаются тебе вот так вот. То есть они всё-таки борются за свою честь. Прежде чем умереть. Но разрыв церкви к счастью увеличился. Наверное, всё-таки к счастью, потому что, ну... Чтобы максимально приблизиться к выражению, победила дружба, надо, конечно, красной команде победить, перейти вот так. Спасибо большое за донат. Почему Эвил назад, если он в Казахстане? То есть, если Казахстан вперёд, то Эвил тоже вперёд. Это же как бы, ну... Казахстан... Мне кажется, когда Эвил, короче, встаёт из-за своего стола и идёт на кухню, Казахстан идёт вместе с ним. Он, типа, его ногами, да, крутит? Мне кажется, да. Есть, короче, вот та категория людей, которые, на самом деле, стоят на месте, а все всю вселенную вращают, когда идут. Угу. И вот Эвил крутит Казахстан. А как ты лишилась старых зубов? Я их просто лечу. Я тут шокнулась жестокой реальности, когда тебе почти 30, нужно лечить зубы, и это очень дорого. Ой-ой-ой, Эвил убила. Не надо. Слушай, так ты, получается, перейдёшь в категорию мил? В категорию победы. Да. Ну, слушай, для кого-то это категория А. Это категория гран-при, даже ещё у некоторых. Гран-при? Ну да, да. Категория гран-при. Ну, как не первое место, типа, гран-при, это шоколад. Я так же. Ну и как бы им не давно не 18, так что категория уже давно поменялась. Заканчивается, к сожалению, этот, как будто немножко даже и грустно. Но мы можем порадоваться. Ой, блин. Разлил вино, ничего страшного. Не счастье. Да, да, ну не разбил. Разбил вино. И залил себе новенькую клавиатуру. Класс. Нет, всё течёт. Это с подшири. Сейчас бо... Ура. Да, поздравляем. Поздравляем, да, команду Эвила, Кваза и Корнейджа.